плотина уже близко кажется вот она только руки против нужно спешить вряд ли оброра сможешь ждать меня долго всем привет продолжаем проходить метро исход мы уже заканчиваем тайгу ушли мы от сумасшедшего спящего адмирала там было да я думал на само это радио ну что идем дальше мозаи масс как он еще не схватился а вот как он не схватился у него колеса задних нету с правой стороны а вон медвежонок наш как тыга у нас не рухнет от его блин опять паутина в вагон и маленькую тележку друг сидит прицел зеленый значит друг судя по полоске это была инкосатовская скоро медицинская помощь почему зеленая полоса не красная стычка булочок это на копейку копейка нам еще одна копейка так вот куда нам ну вот все вижу так аномалия какая-то фонарик потух у нас бейтся 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 Ой, я зажигалку потушил Это нехорошо А, ты что сделал? А, зажигалку включать, дурачок Короче, валить надо отсюда Очень быстро Ну, его в бане О, аномалия прошла Отлично Хочу в дверь не зайти, да Я с ноги бы ее вынес бы, да и все Или на пепе переховарят Давай, где там как обычно бензина нет Да Как обычно Сюда, по крайней мере, не забегут Чтоб паутина не ждет, сволочь Вот, сволочь, а Плюнул в меня кто-то Ну, без генератора, естественно Дверь не откроется, да? Ну, поплю, ассо Ну, паутина есть А вот если бы не было тут бензина, то что мы бы делали тогда Что, нравится тебе свет, козел? На ты Открываем пока бензин не кончился опять Так, там у нас чего? Тут у нас опять Так, во сколько записок не найдено Дрезины наверху не оказалось Почему мы вообще решили, что она там? Понятно, мародеры на ней приехали Но должен же был кто-то остаться охранять Вот он ее и увел обратно Когда понял, что остальные не вернутся И мы тоже теперь не вернемся Пока шли туда, пауки только по углам шуршали А когда обратно двинули, стоило только ворота закрыть Хотя все равно нам крышка Ромыч бы не простил Людка бы его, понятно, уговорила Но ее саму кто уговорит? Пешком потопала ненормально Хотя она как раз может и дойти Пора, пауки уже близко Прощайте, ребят Верстак Так, что у нас? Что нам надо? Нам надо Что получено? Вот это у нас уже ничего не надо ему Пушки, да, почистим туда Чтоб как всегда не отказали в самый нужный момент Запасный выход Отлично Выходим Нет Еще не выходим Блин, где-то подпышка ходит Где-то Алеша С медником базарит Ну давай Артем Жив чертяка Как же я рад тебя видеть А я с нашими связался наконец-то Волнуются И я их понимаю В общем, тема Тут все не так просто оказывается Давай сюда, покажу Ну, как обычно Пошли, Артем Обязательно на вертолет лезть Слышишь, счетчик как трещит За плотиной, черти, сколько тонн отравленного ила И очень скоро этой долине крышка Плотина еле держится Глянь свой бинокль, если мне не веришь Нельзя нам здесь оставаться Ну да Ладно Канадку видишь? Детишки эти построили Пока дрянь это не так просачивалась Нам туда Старик говорит, Аврора скоро будет на Дамбе Пошли Ну вот церковь А, так это все-таки не та, да, церковь была? Ну, блин Все, не слава богу, а Вот, Томки, видишь, что на кого-то падает Да вроде жив Топтышка пришел, отлично Его, блин Коктейля молотова, блин, он все равно бегает, смотри Ну, походу, это, верующий Он что только у церквей-то ходит У той церкви бегал сейчас у этой Или это та же самая церковь Ох ты ж Нифига ты, блин Ай Ай, бежим, бежим Ай О, блин Канатоптышки Да, канатоптышки Ну и здоровая же зверюга Ну давай, Тёма, помоги Нужно канатку подтянуть Готово Оля Я же говорила Им просто нужно было пройти Ты точно со мной не поедешь? Извини, Алёша Не могу я вот так взять и уехать Как бы ты мне не нравился В таком случае, сударыня, разрешите откланяться? Отчерт Оля Я вернусь Я буду ждать Быстро не тут Любовь тут началась Шапочку вот на сувенирование забрал, да? Я говорил Увозили им две из коленов Заплатили Сон Как бы ей удалось? Они живут прямые, как... Я не знаю Как все эти баллы Только что с виду, как дверь Заиграли Пионеры, чтобы Ну она справится Заставили вы нас поволноваться У нас все плохо Нужно спешить Времени мало Ни воздух, ни лекарства, что мы нашли по дороге Ничего не помогает Болезнь зашла слишком далеко Идем Пошли Так, а сейчас что за уровень мор? Или не будет? Пока Аврора шла вдоль отравленного моря Разлившегося за плотиной все молчали Мы ведь верили, что вернемся Теперь, увидев зависший над долиной домоклов меч Мы знаем, этому не бывать Алеша весь извелся от волнения Ведь там осталась Оля Может быть, ему и удастся с ней связаться Предупредить Что будет дальше? Да что угодно, я готов ко всему Кроме одного Аня Пожалуйста, держись Без тебя мне не за чем жить Не о чем мечтать Тем более, что если бы не моя мечта Ты сейчас была бы здорова Ну блин Такое себе Если бы не упрявился Так сейчас бы и не Никакой бы Мир бы не посмотрели Сидели бы дальше в подвалах в Москве бы И все Я почему-то решила Мы до него обязательно доедем Все эти реки, горы, пустыни Это все не то Океан и точка Верила, что доедем Доеду Артем, я знаю, я справляюсь А если сама не смогу Ты ведь меня опять спасешь Правда? Ну не знаю Постараюсь, конечно Артем, прекращай себя мучить Мне просто больно на тебя смотреть На вас с папой Не виноваты, не твоя мечта Не его вера в оккупантов Это просто судьба Дурацкая тряпка на ветру Бетон гнилой Склад этот идиотский Артем, иди Я ей наркоз дам Пусть поспит немного Да, дело плохо Идем, братка Там разговор есть Эй, золотые руки Ты тоже подтягивайся Степа, ты это, в рубку давай Да, сейчас иду Ну скажи, что случилось с Настена? Кто тебя обидел? Никто От чего же ты плачешь? Я боюсь Боишься? Что случилось? Кхкхкх Вот кашля меня Друг как у тети Ани Да что ты, Настенька Ты ведь газом не дышала Это просто простуда Понятно, бздит ребенок Ай! Это Алеша. Как и обещал, я выхожу на связь. Надеюсь, ты слушаешь. Их у нас уже давно не бывает. Давай. Одной меньше, одной больше. Непростой разговор будет. Этот снимок Новосибирска мы сначала посчитали испорчен. Так, а что здесь? По описанию, зоны сильного заражения показаны зеленые, а некорректные данные малиновые. Но только сегодня я заметил одну сноску. В общем, к некорректным данным относятся выходящие за предельные для измерительной аппаратуры значения. Простыми словами, зашкаливает. До Новосибирска еще 500 километров. Радиация за бортом уже почти как в Москве. Снимкам уже 20 лет. Уровень радиации, конечно, снизился, но... В общем, Новосибирск, похоже, смертельный радиоктилы. Я скажу, что делать. Мы с Артемом пойдем. Это не получится. Так ведь? Мы все пойдем. Товарища полковник. Она моя дочь. Его жена. Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал ее в тот чертов подвал. Артем своей мечтой вытащил нас из Москвы. Так что мы оба виноваты. Тем не менее, мы Орден. Мы один экипаж и должны действовать вместе. Обсуждать тут нечего. Это не задание Ордена. Это наше с Артемом личное дело. Добровольцы не нужны. Второе. Мы не знаем, где точно находятся лекарства. В центре города или в одной из лабораторий Академгородка. Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже. Ну и третье. Куда бы мы не двинули на носу зима и застрять на Аброре в снегах нам что? Никамильфо. Никак нельзя, это точно. Помните, что Ермак рассказывал. Напомни, им, о ряде, в городе большой музей железнодорожного транспорта. Там наверняка найдется снегочиститель для Аброры. Итого, обыскать лабораторию в Академгородке и подготовить Аброру к себе. Вот ваши задачи. Экипаж, приступить к подготовке. Да. Как же с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом? Сэм, ты первый. А что там радиация смертельная? Так это вообще-то хорошая новость. Вы имеете в виду, что некому было аптеки и больниц играть? Точно, в отличие от городков, что мы обыскали. Ну что? Сейчас мы по костюму, а мы-то... А мы жмем в путь, не погнали в Новосибирск. Как раз на нас с Артемом. Вроде... Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Так, пока грузится, что? Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. КОНЕЦ КОНЕЦ Какие загрузки долгие, а? Давай уже чуть-чуть осталось. Наконец-то. Вот и мы вернулись опять, можно сказать, в родную стихию. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там, не очередные сумасшедшие. Полковник, мосты целые и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Страшно все это. Сэм, что там с радиацией? Восемь раз. Как они тут вообще там стоять умудряются на свежем воздухе? Ну что, готов, Артем? Готов. Куда деваться-то? Давай за мной. Дома стоят вагоны. Красиво, блин, но, блин, страшно. Заброшен в город-призрак. Да. Пройдемся по плану еще раз. Отверг закрыть. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Севикская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Ну, с Богом, мужики. Увидимся на точке сбора. Удачи. Пойдем. Вы идете на задание, чтобы спасти к Тетю Ане, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не веркаемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка пост принял. До свидания, дядя Артем. До свидания, Настюшка. Не волнуйтесь за Тетю Ане. Мы с Мишкой за ней присмотрим. Хорошо. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная, она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Надеюсь. Видишь, приступ удалось остановить. Так что не волнуйся. Польс четкий. Она просто вымутилась слишком. Теперь до завтра просвет, наверное. Капельницы. Ну ладно. Пойдем мы. Мертвый город. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Пойдем. Кесть. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо. А мне? Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду у машины. Так, а что взять? Артем, принимай снаряжение. Пушки я почистил. В рюкзаке весь остаток ресурсов и патронов. Вам нужнее. Так, а по пушкам? Что берем? Теперь берем калаш. Он здесь разобрана, правда? Сейчас мы его починим. Ну, блин, с таким. Ну, давай с обычным оставим. Второе. Я думаю, здесь вообще ни к чему нам снайперскую винтовку. Поэтому заменим на что это такое? Нет, это не оно. Влдок он называется. Подожди, ну что это? Нет, это не он, блин, нифига. Вот дробовик. Так, ну а третьим будет Тихарь давай возьмем. И все улучшалки на него поставим последний. Вот его и возьмем под снайперский. Магазин так увеличился. Так. Нам тогда надо что? Так, ну тут все есть. Патроны. Вот эти нам не нужны. Вот эти нам не нужны. Нам нужны вот эти. Вот эти. Вот эти мы снимаем. Разбираем. Вот этих набиваем. Ну все. Я готов. Калашников вообще без прицела как-то не очень, да? Прицел на него поставим хоть. Так что прицелы только-то так и остались. А, ну вот этот хотя бы. Ну на Тихаре пусть высокоточный. А тут хотя бы такой. Ну что, готовы? Готовы. Ну, Артем. Вот он. Твой шанс. Догоню Вадик. Это за это. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. По коням. Дрезину утопили. Уадик-то нормально починили. Ну, это сейчас с рулем это вообще он же? Псоумовский. Походу он же. Удачи, ребята. Кроме нас, ей надеяться, я на команду. Ну все. Вези меня, извозчик. Погулка на столой. Удачи. Сколько вагонов стоит. Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. И вон, рельса у меня почему-то нет. Рельса мощная штука. Пешком было бы легче, но из кабин лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Ну, рискнем. Ну, а как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давай эти переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артем, мы справимся. Да я и не сомневаюсь. Это ты все меня во всем винишь. А лучше было, как крыса, да, подземелье жить. До конца жизни. С-с-с. Ну, буханка прет, а? Тут, смотрю, на сваль. Ну, что кто-то чистит. И смотри, сколько машин. Военные все перекрыли. Похоже на крыло в разгарной эвакуации. Так, здесь мы в метро не попадем. Ой, блин. Сорян, подавился бы. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артем, давай за баранку. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так. По карте вход в метро тут недалеко. Осторожней, береги машину. Да ладно тебе. Судя по карте, это дорога не убивает. Не убиваемая машина. Давай вперед, но поглядывай по сторонам. Может будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря все усиливается. А, дико выглядит. Дома целые, а город мертв. Может, в Москве все же лучше, а? Черт, ладно. Ладно, давай направо. Деваться больше некуда. Тут освещение плохое, вазик. Давай вагон, вазик. Полегче, Артем. Давай, попьем от. Аккуратнее, Артем. Аккуратнее. Че ты меня учишь? У меня права. Все категории, е-мое. Капец ухерок-то. За танком. Все. Приехали четки потери. Дальше на своих двоих придется. Надо спешить. Вам все растет. Фильтров надолго не хватит. Давай, давай, за мной. Не останавливайся, или нам конец. Давай лучше ты за мной. Капец. Капец. Задница полная. По-моему, да, уже, чем в Москве, блин. Ух ты, как разворотило. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-оу. Бах. Зато мы нашли вход. Мы, походу, нашли вход в метро, да? Ладно, хоть мы убились. До центра за сотку. Так, отсюда не пройти. Ничего себе тут все привалило. Есть идеи, как попасть в тоннель? Есть. Да, что такое, понял. Через вагон? Давай помогу открыть. Ну, три-четыре? Да. Скелеты кругом. Знакомая картина. Эти, похоже, уже 20 лет тут лежат. Идем дальше. Только не расслабляйся. Эти, понятно, уже не кусаются. Но мало ли кто тут выжил. Нам надо на станцию Площадь Ленина. Институт от нее в двух шагах. Метро-то тут не особо глубокое. А радиация такая, что местные, наверное, долго не протянули. Тут, понятно, полегче. Но наверху мы уже схватили не меньше тройной нормы. Тоннели. Ну что, родная стихия, все как в Москве. Теперь не пропадем. Да, это уж точно. Ну, что встал-то? Давай. Более смелее действуй. Лежать, похоже, можно. Да, ну давай, снимем. И тут, тварь. Где? Сейчас полезу. Но ничего, нам не впервые. Прямой дороги нет. Артема, смотри стул. Нам надо попасть в соседний туннель. Вон. Здесь можно пролезть. Ах ты ж, е-мое. Ох ты, по-моему, наши московские посимпатичней. Ну, идите сюда. А, ты что, дробовик? Что там как-то... Ну, за то, что с глушителем, с каким-то. Ну, какой-то... Темнокожий пришел. Загорелый, что ли? Все, отбились. Вот, зараза. Похоже, родичи наших московских упырей. И тут метрокиши. Ладно, с этими тварями мы разберемся. Который, не смотри, жрут тут интересно. Людей-то нет? Друг дружку, наверное, жрут. Еще че-нибудь? Давай послушаем магнитопон. Такое дело, у нас пиздует рука, что все обоиселивки твоей осенью поменяли. Поселишь детей моих. У тебя там народ, с их школа как раз. Не могу. Не че, не че, а теперь его нет и не пускай. Все. Осмотрел, больше нет ничего. Все, пошли. Я думал, рухнет, как обычно. А, нам сюда и надо, да? Так я знал, я-мо. Киявки присосались. Нам, чтоб из воды ничё на нас не это. Не вылезла тут. Не знаю, но я хотел бы поскорее из воды нахер выбраться. Я даже знать не хочу, что это было. Все не пускают. Я уже выбрался. Ой, не-ка нажал. Вот так это делается. Текст радиограммы. Командиру группы быстрого реагирования ОСКОН подполковнику Хлебникову. Настоящим приказу передать арестованных мятежников особому отделу и немедленно выдвигаться нас на станцию Сибирская для занятий обороны на ближних рубежах. Приседатель ОСКОН, генерал-лейтенант Виноградов. 8000 километров веков расстреляли ее. Интересно, этих тоже шпионами называли? Опачки. Артюр, живой? Хех, повезло опять. Это тебе не наше метро. И помочь нам здесь некому, понял? Если ногу сломаешь, сам на Аврору поползешь. А мне без лекарства. Назад дороги нет. Ты че на меня наезжаешь-то все, а? Вот все, че-то меня пытается стебануть, засранец. Только теперь уж смотри по от ноги. И так кучу времени потеряли. Я, между прочим, смотрел. Я предположил, что она упадет. Но идя по краю, один фир скатился. Так что я, походу, по сюжету... Опа, опа. Блин, я думал, это вот эта ловушка. Такой звук был. Я думал, сейчас шипы как взлетят на пружине. Мы будем надеяться, что ничего нас не завалит. Кажется, окраины станции. Погоди, фальшфейер зажгу. И маски, ребята. Ё-моё, все-таки война. Броня носит с какой-то вот потемкой стоит. С-с-с-с. Они держали оборону броневетучками. А как их пожгли, взорвали тоннель. Видно, подкрепление не успели. Пошли на станцию. Может, там что-то прояснится? Топор вон лежит. Тереный. А сирену-то врубит руку. И тут. Какие же это? И ты. Это есть? Где мельник-то? Ты чё такой медленный? Спят там, гады, под скелетами. Где-где? Ох ты ж! выскочил бы ты какие-то носатые еду наши московские посимпатичнее я думал мерещится опять будто мертвецы поднялись взяли попали в самое логово этих тварей опа я уже дыхание задержал вместе с ними пошли давай посмотрим дверь с ноги вынесем нам тоже сюда да я опять угадал я хоть другие места чем посмотреть туда можно сходить нельзя там все перегорожено ну пошли туда-сюда что тут найдешь то полезного молоток и стук два патрона так что тут потрепанный отсчет командиры группы быстро реагирования оском полковнику подполковнику хлебникова в ответ на ваш запрос и сообщаю захвачены саботажники на допросе с показали что основная мотивация их участие в беспорядках недовольства своим экономическим и социальным положением цитаты мы в грязных туннелях пашем а вы там жируете я за десять лет мяса досыта ни разу не ел а сам на свиноферме вкалываю нам по ампуле зеленки в месяц а это че плюнут да растереть а сами чемоданами тащите однако непосредственным толчком для присоединения к бунту по словам вожака захваченной группы послужил якобы существующий сагар высшего руководства оском цитата что читаешь раз на выселках на дело на депо вагоны курочен то я не знаю ни хрена а вот тебе выкуси все мы знаем оскомина примечание руководства оскома мотать из города собралась вот зеленку зажили 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 ли все что не так нас тут всех подыхать бросить а сами тю тю зимой еще все понятно стало наших ребят зачем половину забрали наверх пути чистить на техничка зачем сто лет стояла никому не надо раскачиваться растаскивать начали а теперь чинить а теперь чини хватит за баранов нас держать по окончанию допроса задержаны и ввиду наличие неопровержимых доказательств их подрывной деятельности переданы расстрельной команде согласно инструкции следователь особого отдела переплетчик переплетчик понятно все метро строились похоже так что здесь должна быть вент шахта должна так по идее если пойдем прямо выйдем в вентиляционный тоннель а оттуда соседней пути вот железка как приоткрыть надо нет смотри это решетка не закреплена глянь что там проверить утром человек ребенок вставай давай подсажу давай удачи вот какой юрки а капец как я где-то наползу это не граната стой куда делся Алло! В ящиках наверно Вот тут только сараканы Там бочка Стоять! Куда пошел? Попался! Ты чего убегал? Чего молчишь солдат? Зовут то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников Отряд специального назначения ОСКОМ А больше я вам ничего не скажу Можете сразу убивать Мы не желаем никому вреда Отведи нас к своему командиру Как это не желаете зла? Я же из ОСКОМ Вы что не с ними? С ними? Не знаю кого ты имеешь в виду Но если они убивают детей То мы точно против них Так что можешь смело вести нас к командиру А зачем вам к командиру? У нас важное задание Подробности можем сообщить Только твоему руководству Саналик садится Так что веди Тем более делаться тебе все равно некуда Хорошо Только смотри без фокусов Так он открывается Ну пойдем Рядовой Кирилл Хлебников Мы недалеко до станции Какая это станция? Ну проспект Какая еще? Оттуда до института всего один перегон Цель близко Артем Стой Все чисто Ну идем Вот вы сказали цель близко Но зачем вам институт? Ха-ха-ха А ты настойчивый Задание у нас Больше сказать не могу В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли Какие там задания? Что еще за зеленка такая? А че вот в Москве тут зеленки не было? Не знаете? Подождите Вы вообще с какой станции? Артем с ВДНХ Я из полюса А? А это где? Ха-ха Это в Москве боец Москл Невер Слип это Сейчас 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 Давай Вызадите меня Скорее Че толкаешься? Так, не дохну Они прыгать умеют Через огонь Они прыгать умеют Через огонь Все, только оттуда бегут Мы думаем туда гранатку тянем Да нет у меня больше гранат Прорвем Лови Это все что у меня было Ну ты еще прут, а? Жри скотина Отбились Нравится 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 твари Че то по моему Мельника немножко Сорвался немножко Ну что Рядовой Хлебника Можешь выходить Ау Парень Ты где? Неужто Утрал Ну И где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать Живой А вы честно из Москвы? Честно Я полковник Мельник Командир группы особого назначения Артем Мой Боец Мы прибыли из Москвы На поезде Обалдеть просто Подождите секунду Я ворот открою А ты че знаешь что такое Москва? Ты явно после уже родился войны Судя по возрасту Ну явно не 20-ти шинга Прикольно У него тут Я вас за мятежников сначала принял У нас тут война была Это мы заметили Да Я думаю сейчас ключ достанет открывать будет ключом Уютно у вас тут А где все? Отец на задание ушел А больше нет никого После войны После войны никого не осталось Ничего себе Ядерную войну в город Пережит Так На время Отсутствие командования Рядовой Хлебников Является старшим По убежищу Помимо обычных обязанностей По штатному расписанию Ему до особого распоряжения Поручается Дверь убежища держать заперто В любых остальных Выходя Проверять замок дважды Грибное поле Осматривать два раза в день Появившуюся слизь Выжигать Дотла Вместе с субстратом Лучше потерять одну грядку Чем все поле На грязные станции Не ходить Капканы Проверять И перезаряжать Минимум два раза Раз в два дня Незачем Мучить животных Хоть и не мутанты Печенку Печенку Есть обязательно Печенку Есть обязательно Без отговорок Семь Аккумуляторы Рад содержать Заряженными Сеансы связи Каждый день В полдень Около Около полчаса Не скучать Подполковник Лебника Беларон Гражданского Давно Вы с отцом Вдвоем Остались Нарильск Он зашкаливает Вечная Мирблота Непригодна Волга Вход Нормальный Связи Нет Рискованно Москва Фон зашкаливает Непригодна Для жизни У вас рядовой Сталкеры Из центра Спутниковой связи Колыма Уж лучше вы к нам Хе-хе-хе-хе Это точно Ох Ох Открыл Мы весной Собирались Уходить Из города Вот он За картой Попаданий Пошел Ох Открытка В Тайге Так только Одну Нашли Мертвый город Одну Попробуем Связаться С Авророй Я пойду За картой Надо их сообщить Ну Игра в автомат Вот стоит Нормально Я думал Это выиграл автомат Нужно поиграть А это Полковник Слышу Хорошо Как вы вышли Артем Меняем план Мы нашли выживших Они говорят Что центр связи цел Я иду туда За картой Артем В институт Принято полковник Как там Аня Все еще спит Постарайтесь там поскорее Катя говорит У Ани начинается Новый приступ Она настолько Основела Аврора Повторите Прием Все Аврора Как слышите Прием Потерялся Прием Черт Опять Помехи Артем Если его отец Действительно Вычислил Чистое от радиации Место Это шанс Для Ребят Для всех Шанс На новую жизнь Я пойду за картой Когда будешь лекарства Встретимся здесь Потом вместе за машиной Подождите Без антирада на улицу нельзя Осталось три ампулы Папа для выхода из города берег Отлично парень Артем Ты можешь пока Подготовиться Вон У них тут верстак Что надо Кстати Если хочешь Бери рельсу мою Тебе она Пожалуй Больше пригодится Давай Давай Только про патроны Не забудь Где рельсов Скажешь в общем Когда будешь готов Или она здесь Так Ну это нет Артем Ты фильтр не забыл восстановить Там будет негде Скажи Кирилл А как все же получилось Что вы с отцом остались одни Зеленка Антирада не осталась почти А без него смерть Дальние станции взбунтовались Комитет послал солдат Ну и началась война Ну и началась война Ну дальше Стоп боя Патронов нет Рельсы то где? Что напомнил? Рельсы то гони Я привык Ладно Закончим на этом месте Следующий Так что то он говорит Кто? Я так понял что вон та вентиляция ведет на станцию А рельса где? Я не понял Он меня обманул А вот рельсы Спасибо боец Вот благодаря чему они выживали все это время Да это рельсы Это же рельсы Такая грязная Ну чё она? Она не та самая? Она чё то Не чистая нифига И не чистится главное Так Давай мы закончим Вот на этом месте И Следующей серии Добьем уже метро исход Так что Всем пока Берегите себя Заходите в гости Пока пока Продолжение следует...